Друзья, всем огромный привет и спасибо, что зашли на мой канал. В сегодняшнем видео мы с вами будем обозревать мои новейшие покупки. Давненько у нас не было видео про покупки, а ведь это очень интересный формат, так как мы можем с вами посмотреть различные новинки и также проверить, что новенького выпустили наши косметические бренды и есть ли среди этого что-то достойное вашего внимания. Всем, кому интересно данная тема видео, пожалуйста, оставайтесь и приятного вам просмотра. Начну я свое повествование вот с такого вот тубуса от бренда Шик. Он состоит из двух частей. Я в одну часть положила кисточки для лица и во вторую часть кисточки для глаз. Я очень давно мечтала приобрести такой органайзер для кистей. У меня не было именно тубуса, у меня кисти лежали просто в кейсе, но тубус, как мне кажется, наиболее удобен, потому что вы можете отделить кисти лица от кисти от глаз, и для меня это прям максимально удобно, потому что кистей, как видите, у меня немало. И, кстати, скоро у меня будет видео о всех моих кистях на канале. Обязательно подписывайтесь, чтобы его не пропустить. Я расскажу вам обо всех формах, о видах ворса, для чего и какая кисть нужна. Я думаю, что будет видео максимально полезным. Расскажу о всей моей коллекции кистей. Кстати, тубус от бренда Шик, и именно удобен он тем, что он на таких вот карабинчиках, как можно видеть, застегивающихся. И эти карабины очень классно, очень удобно соединяют одну часть со второй, и это очень удобно. Плюс мне нравится, что он тканевый, что он не сделан из искусственной кожи. Как вы знаете, есть, например, на сайтах типа Wildberries и Ozone, на различных маркетплейсах найти много таких кейсов, но они будут из искусственной кожи. Лучше их не берите. Я рекомендую потратиться на вот такой вот кейс. Есть такие не только у Шик, есть еще у Мэнли Про, к примеру. То есть вы можете выбрать наиболее удобный по ценовому диапазону и также по внешнему виду для себя такой тубус. А также у меня было пополнение непосредственно в самих кистях. Я приобрела несколько кистей от бренда N-Beauty. Это российский бренд, очень такого люксового, скажем так, качества. И кисти собираются у них вручную в Японии, что очень круто. Это все кисти из ворса козы. Они у меня в брошгардах. Сейчас я более подробно не буду останавливаться на них. Я сделаю отдельное видео об этих кистях и расскажу все. Потому что есть интересные некоторые моменты в этих кистях. Есть и разочарования, есть и прям любимчики-любимчики и супер-фавориты. Скоро будет отдельное видео. Также я приобрела парочку кистей для нанесения тонального крема. Это Sephora кисть номер 47 Pro Foundation. И кисть от Chic. Это номер 02. Тоже расскажу все в видео про кисти. Сейчас просто у нас демонстрация. Эта кисть у нее, как видите, форма более пушистенькая. А вот эта кисть у нее такой чехольчик классный, кстати. Мне очень нравится. Это удобно для хранения кисти и для ее транспортировки. То есть он шел в комплекте. Она вот такая вот... Давайте ее достану. Скошенная, но при этом плоская. Очень интересная у нее форма. Она очень классно наносит тональный крем. Обязательно расскажу более подробно. Вот в видео про кисти. Но кисть прям топ. Best of the best. Дальше я приобрела несколько кистей от бренда российского. Также производителя Manly Pro. Это в основном для детальной проработки. На самом деле их три штуки. Просто одна у меня в стирке. Моется в смысле. И они шли вот в таких вот коробочках. Что очень круто. Именно кисти от N-Beauty, например, шли просто в обычном целлофане. Здесь вот такие коробочки. Это приятно. У них такой приятный дизайн. И кисти профессиональные. И достаточно недорогие. То есть, если вы рассматриваете себе какую-то бюджетную альтернативу, но кисти хорошего качества из натурального ворса и также из искусственного, то я рекомендую обратить свое внимание на бренд Manly Pro. Еще одним удачным приобретением были вот такие кисти. Опять-таки, от российского бренда из натурального ворса. Вот эта кисть плоская из козы. И вот эта растушевочная из белки. Ворс белки. Натуральная голубая белка. Этот бренд называется Nikmalee. Кисточки у меня номер 46. Это которая плоская. И 47. Это пушистое растушевочное. Они также шли в таких коробочках. Смотрите, какие они голографические, интересные. И покупала я их на сайте Wildberries. Они среднеценовой категории. И они очень классные. Прям мне очень понравились. Также более подробно ждите обзор в видео про кисти. Еще парочка кисточек от американского визажиста Wayne Goss. Это также кисть из голубой белки и козы. То есть белый это ворс козы. И темненький это ворс голубой белки. Очень хотела попробовать кисти от Wayne Goss. Я не была зачарована вообще ни капельки. Это кисти потрясающие. Они стоят своих денег. Заказывала их на сайте Beauty Leash. И в России их невозможно, к сожалению, купить. В том же сайте Beauty Leash я приобрела вот такой вот наборчик. От Becca. Здесь набор для кожи под глазами. Входит в него вот такой вот праймер. Затем следующим этапом мы наносим корректор. Непосредственно тот, который убирает цвет синячка. И корректирует вообще вот это убирает синеву под глазами. И закрепляем мы все это дело вот такой вот рассыпчатой транспарантной пудрой. В белом оттенке. Но на самом деле под глазами белый оттенок этот не виден. У меня есть отдельное видео обзор на этот набор. Именно как я его наношу. Какой эффект он дает. Поэтому обязательно проходите по ссылочке внизу в описании. Я оставлю видео обзор на вот эти три продукта. Буду немножечко спойлерить. Продукты потрясающие. Поэтому не ленитесь, пройдите и посмотрите. В Сифоре мне дали вот такой вот пробничек их новой туши. Я честно признаюсь еще ее не пробовала. Это мгновенный супер объем. И медиэйт супер сайт волюм. Вот такая вот тушь. Мне нравится кстати такой тревел формат. Обязательно попробую и в каком-нибудь из видео поделюсь с вами. Парочка приобретений у меня была от бюджетного бренда Вивиенс. Я хотела попробовать вот эти их знаменитые карандаши, которые якобы считаются аналогами карандашей от Анастасии Беверли-Хиллз. У них есть вот такой же автоматический карандаш. Я взяла в оттенке 02. Называются они Броу Аркад. Аркейд. От Вивиен Сабо. Тоже еще не пробовала. Здесь на одном кончике у нас растушевочная такая кисточка, щеточка обычно. И здесь сам карандашик. Но я не буду сейчас скрывать, потому что пользуюсь сейчас другим карандашом. Закончу его и обязательно-обязательно буду пробовать этот. И вторым продуктом от этого бренда я взяла вот такой гель. Я его уже пробовала. Это фиксирующий гель для бровей. Называется он Фиксатуур. Фиксатуур. Вот. И я честно признаюсь вам, он прозрачный, он бесцветный, как можно заметить. Но периодически, так как вы красите сначала, ну, те, кто красит брови чем-то, я крашу либо карандашом, либо тенями. Помадки для бровей я еще пока не использовала. Но сам гель этот будет окрашиваться, что выглядит не очень эстетично. Вот. Сама щетка, она довольно-таки большая и крупная. Набирает довольно-таки много продукта. И я вам сейчас даже вот покажу в кадре. Видите, у меня брови некоторые, они растут вверх. И вот я даже сейчас наношу свежий гель и пытаюсь их зафиксировать. Но этот гель, по-моему, делает, не делает абсолютно ничего. То есть ровным счетом мы не получаем никакого эффекта. Мне абсолютно не понравилось. Я слышала очень много восторженных отзывов на этот гель. И я не понимаю, что со мной не так, может быть, либо что-то с гелем не так. Но на мне он не работает. Единственное, что можно назвать в плюс, он не снимает слой карандаша. То есть он его не растворяет. Это хорошо. Потому что некоторые гели умудряются даже и это делать. В общем, я была честно разочарована. Я не рекомендую этот продукт. У меня не слишком непослушные брови. Они довольно мягкие и поддаются укладке. Но, к сожалению, с этим гелем вышла промашка. Не подошел он мне. И в связи с этим я приобрела небольшую миниатюрку. Геля от Анастасии Беверли Хиллс. Я уверена в качестве этого геля. Потому что я им уже пользовалась. У меня он был в наборе для бровей. У меня есть обзорчик на этот набор. Такой гель. Вот такой вот. И сейчас я взяла миниатюрку. Гель классный. Он фиксирует брови. Он делает ровно то, что заявлено. А именно это фиксация бровей. Вот этот гель. Он, конечно, очень дешевый. Но не делает ничего. Поэтому даже такую цену. Ну, нет смысла за него платить. Даже какие-то там, не знаю, 150 рублей он стоит. Ну, зачем? Продукт не делает вообще ничего. И, кстати, вы знаете, он еще безбожно течет. Вот я беру его. И он подтекает. Очень не люблю это в косметических продуктах. Это прям отвратительно. Что касается непосредственно геля от Анастасии Беверли Хиллз. Проходите под видео. Будет ссылочка на обзор, на набор для бровей. Я очень рекомендую продукты от Анастасии Беверли Хиллз для оформления бровей. Они классные. Они правда классные. Вот. И проходите. Проходите. Смотрите обзорчик. Затем я озаботилась покупкой карандашей в коричневом оттенке. Для того, чтобы прокрашивать межресничку наверху. И, возможно, для стрелок. Я попробовала два таких вот карандаша. Вот этот карандаш. Это бюджетный карандаш от бренда Lamelle. Вот так вот он выглядит. Он очень мягкий. Сейчас я сделаю сводчик. Видите? Он очень мягко рисуется. Оттенок у него красивый. Для межреснички очень подходит. На межресничке у меня держится. Но, к сожалению, не держится абсолютно на водной линии. Ну, заявлен он как Long Lasting Eyeliner Coyal называется. Но, к сожалению, именно на водной линии он не держится абсолютно. И так как я промахнулась с этим карандашом, я решила пойти в NYX. В NYX мне консультант уверял, что у них эти карандаши водостойкие. Вот так вот он, кстати, выглядит. Ну, похоже, в общем-то, ничего такого сверхординарного здесь нет. Что они стойкие. Что они держатся там 24 часа. Что снимаются они только гидрофильным маслом. Что именно слезный поток ваш, слезки ваши не растворят этот карандаш никоим образом. Каково было мое разочарование. Я вот действительно поверила. Я... Вообще, мне нравятся продукты от NYX. И, в принципе, я особо не разочаровывалась в них. Но это прям, вы знаете, разочарование. Разочарование называется. Это дело как-то очень длинным образом. Я внизу в описании. Заходите, смотрите. Обязательно напишу список всех продуктов. И сейчас давайте посвочим этот карандаш. Ой, смотрите, что у нас с вами произошло. Он просто сломался. Вот, но посвочить мы успели. Так, сейчас я его куда-нибудь делу. Вот такой вот своч у нас получился. Как видите, оттенок чуть-чуть просто посветлее, чем ламелевский карандаш. Но, к сожалению, он не держится. На водной линии от слова совсем просто вообще никак. Грусть, печаль, тоска, обидка, как говорится. Но на межресничке держится. На межресничке у меня, в принципе, держится все. Включая этот карандаш. Ну, будет два карандаша для межреснички. Они всегда нужны. Почему бы и нет? Но, жаль, жаль. На моей водной линии, мне кажется, не держится, в принципе, ничего. Но я, конечно, буду еще искать и пробовать. По тему карандашей я купила на сайте Beautylish вот в такой вот коробочке карандашек от бренда Charlotte Tilbury. У меня будет видео тоже отдельное на обзор вот этого бренда целиком и полностью. Мы будем с вами смотреть все продукты. Но сейчас мы посвочим карандашек в легендарном оттенке Pillow Talk. Эта серия у Charlotte Tilbury просто имеет максимальный рейтинг и количество продаж. Этот оттенок якобы является идеальным нюдом. Посмотрите, он и правда довольно-таки идеален. На самом деле я имею вот такой у нас сводч. Посмотрите, какой красивый. Он действительно нюдовый, действительно, кстати, на руке он даже рыжаной не отдает. Он слегка отдает рыженьким на мне. Скорее всего, ввиду того, что у меня холодный цветотип, и мне сложно подобрать карандаш в холодном оттенке, который не будет мне рыжить. Мне, в принципе, рыжит очень много оттенков. Но вот этот слегка рыженький, но на самом деле он довольно приятный. Мне он понравился. Он довольно-таки стойкий. Его можно просто полностью заполнять им губы. И это все выглядит очень гармонично и красиво. Много лаков для ногтей в студию. Итак, купила я три гель-лака. Первый это такой Sun Professional. Вот в таком оттеночке. Это 890 или 0,68. Я не знаю, как правильно смотреть. Мне кажется, 0,68 все-таки. Здесь вот такой вот оттенок. Это розовенький, как можно заметить, с шиммером. С золотистым шиммером. Мне очень захотелось этот оттенок. Я этот лак еще не пробовала. Остальные два, которые я вам покажу, я уже пробовала и носила. В общем, этот цвет я покупала на сайте Wildberries. Плюс вот эти два от вот этого странного бренда. Я уже этот бренд пробовала и мне он нравится. Вот этот вот, видите, он такой типа голографический. И на самом деле это просто беш с такими блесточками. Что-то меня потянуло на глиттер, на шиммер. Даже странно. Я обычно, ну, любила такие матовые обычные лаки. А тут меня потянуло на блестки. Вот. Выглядит он таким образом. Здесь, видите, блестит, переливается. Очень-очень-очень симпатично. Симпатично и красиво все это смотрится. И второй лак от этого же бренда. Фиолетовый. Вот такой вот. Тоже с блестками. Лицезреть его вы можете сейчас у меня на ногтях. У меня сейчас сделан маникюр с этим лаком. Он уже, правда, немножечко отрос. Но, тем не менее, он красиво блестит, переливается. И у меня не было ни одного фиолетового лака в коллекции, как оказалось. И я вот решила его приобрести. Очень-очень хорошие лаки. У них хорошая стойкость. Они прекрасно наносятся. Я их даже в один слой наношу. Вот именно этот бренд. Давайте немножко поговорим за уход. И напоследок я оставлю самые-самые-самые классные покупки из категории люкс. Очень классные. Итак, что у нас было из ухода? Во-первых, это гидролат. Я очень люблю гидролаты для ухода за лицом. То есть, они всегда в форме вот такого спрея. Вы их распыляете на лицо, и это освежает ваше личико в течение дня. Либо это можно использовать вместо тоника. Это бренд Аромашка. Я неоднократно пробовала их цветочные воды, вот эти гидролаты. И также их эфирные масла. Они очень хорошего качества. Мне очень нравятся. В данном случае это гидролат липы. Гидролат липы, он увлажняет кожу вашего лица. И делает лицо отдохнувшим. Дальше я приобрела сыворотку. Сыворотку от бренда Леврана. Честно говоря, здесь еще такая крышечка вот была. Я ее, правда, не буду обратно одевать. Ее очень сложно было снимать. В общем, такая крышечка. Упаковка мне прям очень понравилась. Она такая картонная. Это сыворотка. Сером. Точнее, это серум. Называется It's Coffee Time. Очень такое романтическое название, я бы сказала. И запах кофе, конечно, там присутствует. Плюс он присутствует в компоненте. Я сейчас вам зачитаю именно спектр действия. Почему я ее взяла? Потому что она содержит кофеин. И это лучшее средство против темных кругов и отеков. У меня проблема такая присутствует, что есть отеки под глазами часто. И также есть темные круги. Вот эти синева такая, знаете ли. Поэтому приобретение такого средства для меня как нельзя актуально. Сыворотка вот эта сама выглядит вот таким вот образом. Ну, как классическая сыворотка. Пипетки. Она такая довольно-таки жирненькая. Можно посмотреть ее консистенцию. Видите, она не как водичка. Вот так вот. Мне она понравилась. Она увлажняет. Она... Я, конечно, эффект такого прям лифтинга и сильного убирания отеков не особо заметил. Но я не так-то долго использую эту сыворотку. И думаю, что в этом направлении она также, возможно, неплохо работает. Но она очень классно справляется с задачей увлажнения и убирания шелушений. То есть, одна сыворотка. Ее бывает даже достаточно моей комбинированной кожи. И не требуется нанесения какого-либо крема. Но, как правило, все-таки запечатываю сыворотки кремом. В общем, сыворотке быть она недорогая. Бренд позиционирует себя как натуральный. И мне она понравилась. Она не вызвала каких-то дополнительных высыпаний на моей коже. И в целом она хорошо ее увлажняет. Дальше. Skin A Clear. Вот в такой коробочке продается. Здесь 30 грамм. Цена его 582 рубля. На самом деле это совсем не бюджетно. Это я взяла для борьбы с высыпаниями. У меня немножечко присутствует высыпание в районе подбородка и на лбу. Связано, возможно, с какими-то стрессами. Но не знаю точно. Вообще, я шла за своим любимым азеликом. Это азолаиновая кислота 15%. Но в аптеке его не оказалось. И фармацевт предложил мне попробовать Skin A Clear. Мотивируя тем, что состав там одинаковый. В составе действующим веществом является также азолаиновая кислота 15%. Но, к сожалению, мне средство не помогает. То есть, если азелик мне помогал, и причем делал это практически буквально с первых дней применения, то вот этой штукой я пользуюсь уже, не знаю, мне кажется, может быть в районе двух или трех недель. И особого эффекта я от нее не наблюдаю. То есть, эффект сужения пор присутствует. Но именно избавление от постакне, либо от самих высыпаний, по-моему, ровным счетом не делает ничего. К сожалению, для меня, для моей кожи это, грубо говоря, выброшенные деньги. Очень-очень жаль. И сейчас я опять буду ругаться. Ругаться я буду на бренд LibreDerm. Я люблю их крем, но мне ужасно не понравился вот этот гель. Это гель увлажняющий для губ. Называется он AE-VIT, то есть с витаминами А и Е. Вот такая вот большая туба. Я взяла его вместо гигиенической помады. И думала, что это будет очень круто и здорово. Но, в общем, выглядит это вот так. Такой вот носик для нанесения. Сейчас вам покажу консистенцию. Вот так. Он, знаете, такой довольно приятный. Хорошо распределяется, разносится. Но действует он буквально 3 минуты после того, как вы его нанесли. Он максимально быстро впитывается. То есть прям вот максимально быстро, насколько это возможно. В течение, наверное, не знаю, первых двух-трех минут. И все. И на губах не остается ничего. То есть если они у вас шелушились, там и все такое, этот гель не сделает ровным счетом ничего хорошего. Ничего плохого. Вообще ничего. Это вот, вы знаете, можно сравнить ощущение, что вы просто губы помазали водичкой, обычной водичкой. Вот она впиталась, и все. И на этом все. Я не знаю, я слышала отзывы очень хорошие о нем, что визажисты пользуются там для увлажнения губ клиента перед макияжем. Я разочарована. Мне не подошло. Мне эта штука не делает ровным счетом ничего. Вот как Skinoclear, так и LibreDerm гель увлажняющий для губ. Вот это вот выброшенные деньги, к сожалению. Ну а теперь о хорошем. Вот такая вот классная штучка от бренда Sephora. Сделана во Франции, кстати, на минуточку. Это матирующее средство для очищения с белой глиной, 125 мл. Я почему вообще узнала об этом средстве? Мне дали в Sephora пробник. Я воспользовалась один раз этим средством, и мне настолько понравилось. Я на следующий день взяла и заказала себе вот полноразмерный вариант. В общем, вы эту штучку наносите. Ну, я не рекомендую тем, у кого сухая кожа, а тем, у кого комбинированная и жирная, хорошо будет. Вообще, глина всегда хорошо для комбинированной и жирной кожи. В общем, вы наносите это средство после непосредственного очищения от косметики, например, мацелляркой или гидрофильным маслом. Это наносите вторым этапом место геля для умывания. Но не каждый день. Все-таки на каждый день можно подсушить кожу. И просто массируете в течение, может быть, двух-трех минут, и после этого смываете. Ощущения непередаваемые. То есть, такое ощущение чистоты, но при этом не пересушенной кожи. Это просто прекрасно. Еще, кстати, отдельно стоит отметить запах. Запах просто божественный. Средство недорогое. Те, кто хочет и есть возможность, попробуйте обязательно, потому что мне оно понравилось очень. Я вообще люблю глину для ухода за лицом, потому что она хорошо очищает поры, и она очищает от черных точек также очень хорошо. В общем, средство шикарное, недорогое, поэтому бегите в сифору и берите. Теперь сливки нашего обзора. Это вот такой вот наборчик от бренда Dior. Это подарочный набор. Сюда входит их классическая красная помада. Здесь миниатюрка. И полноразмерный вариант их туши Dior Show Pump and Volume. То есть, объемные туши для ресниц. Тушь я еще не пробовала, но у меня будет обзор на вот этот набор отдельный на канале. И дальше просто One Love. Это моя любовь. Это хайлайтер от бренда Burberry. У меня в коллекции не было еще ни одного продукта от данного бренда. То есть, это знакомство, скажем так, с фирмой, с брендом. И зачем я вообще шла? Я шла, как всегда, вы знаете, у меня, мне кажется, все вот эти истории начинаются с того, что шла-то я за одним продуктом, а в итоге купила другой. Вот такое бывает со мной. В общем, шла я за хайлайтером от бренда Dior. Это их классические хайлайтеры в оттенке 002. Мне очень приспичило розовый хайлайтер. Мне очень его хотелось, но, к сожалению, я обошла огромное количество магазинов. ЦУМ, ГУМ, обычные Литуали, Ревгоши, Сифора. Вот везде была и ни в одном торговом центре нет, к сожалению, хайлайтера в этом оттенке. То ли их сняли с производства, то ли их как-то раскупают максимально быстро. Я вообще не поняла, с чем связан такой ажиотаж. Но если кто-то знает, напишите в комментариях, вдруг вы в курсе. И в расстроенных чувствах я пошла в Литуаль. А там опять была вот эта скидка их классическая 50% на все. И я решила приобрести себе хайлайтер в бренде Burberry. Просто я шла мимо, посмотрела, что у меня ничего нет от этого бренда, и увидела розовый хайлайтер. Он идет в таком вот мешочке. И рисуночек, конечно же, вот от классические клетки бренда. Классическая клетка бренда присутствует и даже на самом мешочке. Такой бархатный, приятный. У него здесь два отделения. В одном сам хайлайтер находится, и в другом кисточка. На самом деле кисточки я такие не использую, но я очень люблю, когда бренды кладут в наполнение, скажем так, вот такие кисточки. Это забота о покупателе, это сервис, и это очень круто. И пыльнички такие, это тоже приятно. Вот такая кисточка. Ворс, на мой взгляд, натуральный. Он довольно-таки мягкий. Я ее, кстати, уже помыла, но я ей не пользовалась при помывке. Волосики остались все на месте, ничего не выпало. Сама пудрница. Выглядит шикарно, конечно. Вот это классическое тиснение бренда Burberry. Очень красивое. Здесь у нас название бренда. И сзади у нас указано, что здесь оттенок называется Pink Pearl, номер 03. Название продукта Fresh Glow Highlighter. Здесь 5 грамм. Кстати, приличное количество, очень даже. И сама упаковка на магните. Это прям подкупает. Здесь такое большое зеркало. Она не открывается, кстати, на 180 градусов. Я не люблю это в косметике. Но за вот это тиснение прекраснейшее. Я, мне кажется, готова простить ему все. Посмотрите, как красиво. И цвет именно жемчужный такой. Реально холодный. То есть это не теплый хайлайтер. Потому что большинство хайлайтеров почему-то делают теплыми. Здесь такой вот, видите, розоватый отлив. Он при смене освещения отливает. Иногда он кажется каким-то бежевым. Иногда розоватым. Иногда вообще каким-то холодным. Таким, как дальний свет от Shiseido. Таким, знаете, белесо-белым. Я уже пользовалась этим хайлайтером. У него феноменальная стойкость. Он держится до демакияжа. И это прекрасно. Вот, и оттенок у него классный. Он не явно розовый. Знаете, это не как вот Dior, который в оттенке 002. Но вот эта вот неуловимая розовинка, она очень красиво смотрится в зоне хайлайта. И мне нравится безумно. Я, честно говоря, в восторге от этого продукта. Я очень его рекомендую. Я вам сейчас сделаю сводчик. О, посмотрите. Здесь прекрасный, очень мелкий помол. Посмотрите, какое сияние. Оно реально вот как жемчуг. Вот реально как жемчуг. О, просто, просто шикарно. Растушевывается красиво. Это, опять-таки, не сильно яркий хайлайтер. Он довольно деликатный. Но он очень красивый и очень дорого смотрится. Поэтому я смело рекомендую. Я не видела обзоров, честно говоря, до покупки на этот хайлайтер. Я просто вот увидела и запала, как называется. Вот, и упаковочка на магните тоже, конечно, очень приятно. Очень классное оформление у бренда Бербери. И качество продукта меня, конечно, безумно-безумно порадовало. Итак, это были все мои покупки. Всем большое спасибо за просмотр. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Делитесь видео в соцсетях. Это очень важно и помогает развитию моего канала. И ставьте свои лайки, комментарии пишите. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые мои видео. И подписывайтесь, подписывайтесь на мой канал. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.